Отечественные болельщики не такие, как во всём мире. И это не патриотизм, а чистая математика. Если во многих странах гонки с давних времён транслировались на уровне с другими видами спорта, то у русскоязычных поклонников высоких скоростей есть весьма чёткий Рубикон. Можно сказать, у них Формула-1 была всегда, а у нас только с 1992 года. Поэтому первым чемпионом для большинства телезрителей из России стал Найджел Мэнсел. Частенько приходилось слышать от новоиспечённых фанатов, что именно он лучший гонщик всех времён и народов. Спорить с этим было сложно, ведь в 92-м он раскатал под орех легендарного Айртона Сенну, не оставив никому даже малейшего шанса. Но предшествовали этому долгие годы яркой и наполненной разными событиями карьеры. НЕТИПИЧНЫЙ АНГЛИЧАНИН Наша жизнь полна стереотипов. Все немцы педантичные, любой американец хранит в шкафу ковбойскую шляпу, а француз без круассана, как самурай без катаны. А что мы знаем об англичанах? Чопорные зануды со специфическим чувством юмора? Скорее всего, при словосочетании «типичный англичанин» у вас сам собой возникает образ дедуктивно мыслящего, остроумного, размеренного джентльмена, эдакого Шерлока Холмса. Уверен, многие вспомнят также персонажа, который находился на вторых ролях, но был не менее интересным. Какой же Шерлок Холмс без своего доктора Ватсона? Наивного просточка, бесстрашного правдоруба, отважного работяги и в целом человека хорошего, отлично справляющегося со своей работой. При этом его нарочито серьезная чудаковатость нередко становится предметом насмешек, по крайней мере, со стороны всяческих Шерлоков Холмсов. Наша первая история как раз о таком типично нетипичном англичанине, своего рода докторе Ватсоне «Формула-1», который наверняка хотел стать профессором, ну или волшебником, а стал большим, большим Найджем. Найджел Мэнсел родился 8 августа 1953 года в Англии. Спустя 7 лет он впервые сел за руль и тогда же наблюдал за победой соотечественника Джима Кларка на Гран-при Великобритании в Вейнтри. Неудивительно, что в отличие от тысяч советских мальчишек, которые в те времена мечтали стать космонавтами, летчиками-испытателями и отважными дядями-степами, британский, пока еще львенок, грезил карьерой гонщика. Но для достижения этой цели Мэнселу пришлось пройти очень сложный путь. После окончания инженерного колледжа он поступил на работу в компанию Lucas Aerospace, где с раннего утра до поздней ночи многие годы трудился его отец. Казалось бы, технические навыки могли с легкостью поспособствовать появлению в Формуле-1 того самого гения дедукции, без особого напряжения, разгадывающего любые головоломки и справляющегося с препятствиями. В итоге же вся биография Найджела оказалась наполнена борьбой с нелепыми неудачами. Впрочем, как истинный доктор Ватсон, Мэнсел верил, что упорство и преданность своему делу способны помочь свернуть горы. «Помню одну из первых гонок. У меня банально не было ни перчаток, ни гоночного комбинезона. Дождь был настолько холодным, что пальцы моментально леденели. И когда я брался за руль, то плакал от боли. Дебют в картинге быстро заставил меня понять. Существует целый мир вещей, которые нужно сделать, прежде чем я смогу стать конкурентоспособным. Вещей, о которых я тогда не имел ни малейшего представления». В 15 лет Мэнсел успешно дебютировал в британских соревнованиях по картингу. Он выиграл первенство Уэльса в 1970 и 1971 году, взял титул чемпиона Северной Англии в 1972, ну а в 1973 Туманный Альбион покорился ему целиком. «Мы жили небогато. Отец не мог позволить себе купить лучшую технику для картинга, поэтому я ждал Рождества и Дня Рождения, на которые бабушки и дедушки могли подарить мне кое-какие детали». Еще в картинге Найджел попал в серьезную аварию из-за технической неполадки. Ему диагностировали сильное сотрясение мозга. Позже наш герой вспоминал, что, оказавшись в больнице, видел туннель и свет в его конце, но какой-то противный и резкий голос удерживал его. В какой-то момент Найдж не выдержал и предложил голосу свалить в известном направлении. Как потом выяснилось, в больничной палате находился священник, читавший молитву. Скажем честно, подобного послания свыше святой отец вряд ли ожидал. В 1976 году Мэнсел начал свой путь в формулах. Управляя собственной машиной формулы Ford 1600, он выиграл первый же заезд на Мэлори Парк. Из пяти гонок того сезона будущий чемпион мира победил в трех, а уже в следующем году принял участие в 34, практически треть из которых он смог выиграть. 1970-е. Больно и дорого. Увидев прогресс сына, родители начали протестовать. Они понимали, что денег на участие в формульных гонках попросту не хватит. К тому же папа Эрик побаивался, что в случае неудачи вся дальнейшая судьба Найджела пойдет наперекосяк. По-отцовски переживал. Сам же будущий британский лев принялся лепить из себя потенциального доминатора с завидным усердием. Он стал одним из первых, кто занялся своей физической формой, быстро осознав, что гонки все-таки какой-никакой, но спорт. Впрочем, о физподготовке британца мы поговорим отдельно. Ведь частенько финишную черту Мэнсел пересекал уже в состоянии нестояния, в прямом смысле этого слова. А вот с другим состоянием он покончил раз и навсегда. Как признавался сам Найджел, он любил посещать пабы с друзьями, но отличался одной особенностью – с кружки пива его развозило в слюни. Как говорится, не можешь пить, не мучай печень. Благодаря своим стараниям Найджел Мэнсел практически ухватил гоночную судьбу за ее аэродинамически совершенный карбоновый хвост. И тут трасса Брэндскач. Серьезная авария – почти трагедия. Англичанин получил травму позвоночника и оказался на больничной койке. Врачи объявили, что он никогда больше не сможет управлять гоночным автомобилем. А если поднимется с кровати без их разрешения, то останется парализован на всю жизнь. Но вы же помните упорство и преданность своему делу? Через пять дней Мэнсел встал с койки и под расписку уехал домой, а через семь недель вернулся за руль. К тому моменту шанс выиграть титул оставался лишь в одном из трех чемпионатов, в которые был заявлен Найджел. В заключительной гонке на Сильверстоуне покалеченный Мэнсел начал проигрывать темпу лидеров по три секунды с круга. Тогдашний менеджер, тренер и вообще, если хотите, старший товарищ Джон Торнбер поведал подопечному, что нужна новая резина. Мэнсел в очередной раз принялся объяснять, что денег нет, вообще нет. В ответ Джон просто предложил заложить обручальное кольцо. И что бы вы думали, Мэнсел заложил его, естественно, в тайне от своей невесты Розанны. На новой резине с перевесом в одно очко он взял чемпионский титул в сезоне 1977-го. Розанна всегда была со мной. И в трудные времена, и в минуты триумфа. Она поддерживала меня во всем. Лучшего спутника жизни сложно придумать. После травмы в 1977-м Розанна была единственным человеком, кто еще верил в меня. Когда мы познакомились, мне было 17. Я предложил подвезти ее на своем фургоне. И, к моему удивлению, она тут же забралась в кабину. А метров через сто сказала, что перепутала меня со своим приятелем. И оказалась в фургоне с незнакомцем. Мы уже полвека вместе, и за это время успели познакомиться поближе. В 1978-м британец должен был принять участие в соревнованиях «Формулы-3». Было разослано более 400 писем потенциальным спонсорам. Но они не выделили ни пени. Из-за отсутствия бюджета Найджелу и Розанне пришлось продать квартиру. И вырученных денег хватило на то, чтобы купить себе место в заводской команде «Марч». Но сезон не ладился. Болид явно не мог конкурировать с соперниками. Через несколько недель деньги снова кончились, а с ними, как водится в автоспорте, кончились и гонки. Ни жилья, ни вещей. В общем, как говорят в Англии, беднее церковной мыши. Казалось, весь мир вокруг рушился. В начале 1979-го у Мэнсела появился большой соблазн бросить все и, начав жизнь добропорядочного англичанина, позаботиться, наконец, о семье. Но в начале сезона нашему герою все же улыбнулась удача. Дэйв Прайс предоставил ему местечко в команде «Юнипарт». Причем за это еще и платили – 25 фунтов в неделю. Правда, при одном условии. Я должен был стать вторым пилотом. Как оказалось, не в последний раз в моей карьере. Зато появилась возможность гоняться. Причем с лучшими из лучших. Тем же Нельсоном Пике. Да, наш двигатель уступал лидерам почти три секунды. Но впереди был июль – этап поддержки гран-при «Формулы-1». Именно тогда я встретил человека, который изменил всю мою жизнь. После той гонки к юному британцу, по тем временам юному, подошли два почтенных джентльмена – два Питера – Коллинз и Уинзор. Они смирили Найджела надменными взглядами, и Коллинз сказал – «Старик хочет поболтать с тобой». Из разговора со стариком Мэнсел узнал, что тот смотрел гонку «Формулы-3» и остался под впечатлением от того, как Найджел проходил шикану. Ошарашенный парень пытался что-то отвечать не в попад, так слово за слово разговоры затянулся. Старика, кстати, звали Коллин Чепман. Он обладал большой властью в королевских гонках и предложил нашему герою работу в «Лотус». Но сказка про Золушку – это не в английском стиле. К Мэнселу предоставили один из «Форд Эскорт», а в обязанности вменили контроль качества у поставщиков запчастей. Казалось, дела стали налаживаться, однако в сентябре Найджел вновь попал в аварию и сломал позвонки. Аварии можно было избежать, но Андреа де Чезарис атаковал меня на спуске в своем безумном стиле. Уже в те времена он был известен как очень непредсказуемый пилот. На скорости 200 км в час его машина подкинула в воздух мою, и я приземлился на асфальт вверх днищем. Вокруг было очень тихо, а потом стал нарастать невыносимый шум. Появилась дикая боль и отключился. Очнувшись в больнице, я очень переживал, ведь это была не моя ошибка. А теперь вся карьера могла просто кончиться. В одной палате со мной лежал парень. Играя в регби, он получил травму шеи и оказался парализован. Он убеждал меня в том, что мне крупно повезло. Повезло Мэнселу и с руководителем. Колин Чепман не был тираном вроде комендатора Феррари и прекрасно понимал, что молодому соотечественнику нужен шанс. Еще до той злополучной аварии Найджел знал, что получил приглашение на тесты Лотос в Формуле-1. На второй день в больнице он заявил Чепману «это не проблема, я буду на тестах на поле Рикаре» и сдержал слово. К тому моменту его упорство уже становилось легендарным. 1980-1982. Под крылом Чепмана. В 1980 году Мэнсел впервые принял участие в трех гонках чемпионата Формулы-1. Дело в том, что на тестах на Сильверстоуне он показал лучшее для машин Чепмана время, причем остановил секундомер на отметке, с которой мог бы квалифицироваться вторым в гран-при прошлого сезона. Недолго думая, старик решил предоставить Мэнселу третий болид. Тогда это было разрешено. Однако дебют англичанина получился неоднозначным. Ему выделили новенький, но сыроватый Lotus 81B, с которым для достижения успеха пришлось бы долго и упорно работать. По этому квалификацию Неджелу позволили пройти на машине Элио де Анджелеса, но на гонку вернули за руль еще не обкатанной машины. И тут пришло время для одной из многочисленных нелепых историй, связанных с нашим героем. На первом же этапе в Австрии он вынужден был терпеть боль химических ожогов чуть ниже спины. Заправщик не заметил краев бака, и топливо хлынуло на водительское сиденье. Дебют был ужасным. Я почувствовал запах топлива, а потом у меня началось сжение в... уж простите, заднице. Я понимал, что это не от страха, и попросил инженера проверить, в чем дело. Он поведал, что в кокпит попало топливо, и предложил или закончить гонку, или смириться с обстоятельствами. Ну, я и смирился. Через сорок кругов двигатель вышел из строя, и меня вытащили из этого ада. Это был кошмар. Я практически не мог ходить, а ягодицы были покрыты волдырями размером с кулак. В итоге, вместо того, чтобы отметить с Розанной мой дебют, я провел вечер в больнице. Там врач сказал мне, что надо провести вскрытие ожогов. Я ответил, конечно. Тогда я не знал, что вскрыть означает содрать обожженную кожу, чтобы на ее месте могла вырасти новая. Две следующие гонки тоже не принесли Мэнселлу успеха. А на предпоследней в сезоне Гран-при в США Колин своего подопечного и вовсе не взял. Марио Андретти разбил шасси под списание, и в команде попросту сочли, что тащить Найджела за океан, даже при всей любви к нему, слишком дорого. Сам Супер Марио в конце сезона покинул коллектив. Впрочем, у Чепмана оставался отличный пилот Элио Де Анджелес. Так что босс Лотус логично рассудил. Почему бы не взять в пару к своему гениальному итальянскому Шерлоку этого доктора Ватсона? Сезон 1981 выдался для нашего героя не самым простым. Колин Чепман собирался в очередной раз перевернуть мир Формулы-1 с ног на голову, создав Лотус Тайп-88 с двойным шасси. Это был уникальный болид, кокпит которого подпружинили относительно днища, а то, в свою очередь, несло основную аэродинамическую нагрузку. Гениально! Но, как и все прорывное в Формуле-1, изобретение попало под пристальный взгляд судей и погрязло в пучине закулисных игр. В Лотус дважды привозили болид на гонку, проходили с ним комиссию, выезжали на тренировки, а потом следовала кляуза конкурентов, перепроверка и запрет. Типичные для королевы автоспорта интриги. Дела шли из рук вон плохо. Чепмана подкашивала вся эта подковерная возня. В какой-то момент он банально устал от Формулы-1 и пустился во все тяжкие. Но вы понимаете, вечеринки с Блэк Джеком нет ни Брэбомом и всеми сопутствующими приключениями. С другой стороны, несколько неудачный опыт старта в Формуле-1 укрепил дружбу Мэнсела со своим шефом. Мистер Чепман был фантастическим человеком. Он практически стал мне вторым отцом, наставником и главным вдохновителем в жизни, вплоть до дня его смерти. Он ушел так скоропостижно и неожиданно, что по сей день я не могу смириться с этим. В 1981 году Мэнсел только в шести гонках не сошел по техническим причинам. Была пара собственных ошибок, которые привели к авариям, а оставшиеся пять этапов принесли восемь очков. Неплохой для Lotus результат по тем временам. К тому же в Бельгии Найджел завоевал единственный в сезоне подиум для команды и первый в карьере для себя. В 1982 британец вновь провел в борьбе больше с машиной, нежели с соперниками. Снова лишь в шести гонках из тринадцати он смог добраться до финиша, снова один подиум в Бразилии и три балла в Монако. Всего семь очков по итогам сезона. В сражение за чемпионство вели Дидье Пирани, Джон Уотсон, Ален Прост и другие звезды того времени. Кто на их фоне мог разглядеть будущего чемпиона в молодом англичанине? К тому же сезон вышел одним из самых трагичных в истории Формулы-1. Погиб Жиль Вильнев, Дидье Пирани получил ужасные травмы и, наконец, королева автоспорта потеряла одного из самых преданных своих придворных. Скончался человек, который, пожалуй, был единственным, кто мог называть Менсела конченным придурком. Человек, придумавший автомобиль-крыло, граунд-эффект и болит с двойным шасси. Человек, который спустя несколько лет наверняка бы изобрел активную подвеску и автоматическую коробку передач для Формулы-1. 16 декабря 1982 года от сердечного приступа умер один из величайших гениев автоспорта Колин Чепман. Больше в «Лотус» меня не держало ничего, кроме контракта. В начале 1982-го мы подписали трехлетний договор. Спустя годы нищенского существования я в мгновение стал миллионером. Мистер Чепман сделал мне очень щедрое предложение, но сначала я не хотел его принимать. Там была фраза, описывающая меня как товар. Я поехал в офис Колина и сказал, что не могу это подписать. Когда он выяснил, в чем дело, то сказал «Хорошо, Найджел, я изменю формулировку ради тебя». И добавил «Конченный придурок». 1983-1985. Большой Найджел.